Какова цель этой образовательной реформочки? Я думаю, что первая и главная цель это, безусловно, экономия средств. Собственно, это не скрывается. Само слово «оптимизация» прежде всего здесь подразумевает именно оптимизацию экономическую и управленческую. Гораздо легче с точки зрения власти управлять гигантским комплексом. Таким образом, между прочим, экономятся реально деньги. Экономятся деньги на том, что уменьшается количество управленческого персонала. Уменьшаются деньги на том, что из школ уходят так называемые непедагогические работники. То есть психологи, социальные работники, библиотекари, люди, без которых на самом-то деле работать в школе невозможно. Помимо этого, вторая сторона слияния соединяется очень логично с нормативно-подушевым финансированием, которое выдуждает директоров сокращать количество учителей. Кроме всего прочего, это опять-таки завязано на финансы. Скажите, пожалуйста, а к чему приведет эта реформа? Дети станут умнее, образованнее или наоборот? Дети станут прежде всего меньше получать от школы, потому что в школе на 3000 человек и никакого индивидуального подхода быть не может. Дети будут, как это сейчас уже происходит, в такой гигантской школе будут все равно разбиты на разные типы, на разные группы, на разные классы. И будут резервации, в которых учатся дети послабее и на которых не будут обращать внимание. А потом будут выделены в этих же школах дети для... то есть школы для супер... классы для суперумных. И разница будет только в том, что это формально будет считаться, что это одна школа. Как они между собой будут общаться? Как будут общаться между собой учителя, которые в одной школе... Один учитель работает в таком классе, а другой работает в классе для детей с девиантным поведением. Это большой вопрос. И, скорее всего, это приведет к тому, что заявлено в так называемой дорожной карте уже российского правительства сокращение количества учителей, сокращение количества педагогов дополнительного образования, сокращение, между прочим, возможностей и для дошкольного образования. А родителям радоваться или огорчаться этой реформе? Можно радоваться тем родителям, у которых умный, хороший, разумный директор заранее, за много лет до этой реформы, сам постепенно пришел к тому, что для развития его школы хорошо и полезно, если она объединится с кем-то другим. Таких директоров много будет? Ну, я думаю, что такие директора будут считаться десятками, в то время как объединяют школы сотнями. Большинство – это, конечно, обман и действие против желания родителей и против желания учителей. А по родительскому карману ударит эта реформа? По родительскому карману ударит не именно эта реформа, а по душевое финансирование и перевод на реализацию 83-го закона, потому что и по закону об образовании теперь школа, то есть государство должно бесплатно давать только то, что входит в федеральный государственный стандарт. А содержание государственного образовательного стандарта определяет уже не законодательная, а исполнительная власть. Сейчас оно одно, завтра оно другое. Никто не мешает московской власти, например, сказать, что не надо нашим детям и назвать какой-нибудь предмет или какие-то часы. Школа вынуждена будет вводить платные образовательные услуги. Это теперь все зависит от региональной власти. Москвичи, к сожалению, несмотря на то, что они считаются самыми информированными людьми в нашей замечательной стране, некоторые информации не обладают, некоторые в силу своей нелюбопытности, другие в силу того, что они зомбированы, скажем так, нашим телевидением, который преподносит информацию во вполне определенном ключе. В настоящий момент, на наш взгляд, очень актуальна проблема вновь принятого закона о капремонте, он был принят под занавес прошлого года. По этому закону жители многоэтажек, послушайте внимательно, вас обяжут заключать кабальную сделку, по которой вы обязаны будете отчислять достаточно значительную часть своих ЖКУ платежей на капремонт в общий котел, как это было в советское время. За этим котлом не будет никакого контроля. Объем и перечень работ по капремонту будете согласовывать тоже не вы и органы власти. То есть вы своими деньгами будете оплачивать те работы, которые вам назначат сверху. То есть полностью устраняется в этой части жилищное самоуправление вообще этим законом. Закон коррупционен и криминален. Есть признаки пяти составов уголовных преступлений, включая мошенничество, часть четвертая, в особо крупных размерах. Мы призываем вас всех присоединиться к нашей инициативе. Сейчас готовится соответствующее заявление об уголовном преследовании всех тех лиц, прежде всего инициаторов принятия этого закона, которые пытаются нас всех, горожан, обречь на вечную кабалу, потому что здания разрушаются, это признает даже президент. Так вот нас хотят сделать крайними раз, но при этом не ремонтировать дома за наш счет, а присвоить эти деньги, а что будет с нами без разницы. Эта проблема сейчас самая острая, самая важная, и у нас есть в руках все инструменты для того, чтобы попытаться органу власти, так же, как это было с монетизацией льгот, которые власть вспоминает с содроганием в 2005 году, сказать, что этот закон не может быть оставлен ни в каком виде, он должен быть отменен полностью. И есть варианты. Первое, государство должно по старым домам исполнить свои обещания и компенсировать им стоимость капитального ремонта, либо сносы переселения, по новым домам, которые только что построены, вообще не поднимать вопрос капремонта и дать им полную свободу определяться, как они будут копить эти деньги. В гражданском кодексе есть масса форм. Сейчас из них делают 0,5 одной единственной формы, все, все остальное идет в госбюджет. И, наконец, по тем домам, которые хотят играть вот по этим правилам, вот им такую возможность предоставить. То есть люди, которые абсолютно безответственные, говорят, делайте, что хотите. Но всех загонять в эту ситуацию мы категорически не согласны. Мы против этого и будем бороться всеми доступными средствами, потому что мы, как эксперты, видим перспективу, перспективы ужасны. Дорогие москвичи, я обращаюсь к вам, как житель пятиэтажки, которого с 2011 года департамент жилищной политики и жилищного фонда пытается выселить в однокомнатную квартиру. Я очередник, у меня комната в коммуналке. Я обращаюсь к вам. Если вы еще не знаете о порядке переселения, как бы при господине Собянина, что делал департамент жилищной политики, я вас настоятельно вам рекомендую зайти на сайт СНОУС-ИНФО, прочитать всю базу законодательную и прочее. Как людей переселяют, то есть какие-то случаи, у нас и смертельные случаи есть и прочее. Я вас очень прошу, если к вам подойдет человек и попросит вас расписаться под нашей законодательной гражданской инициативой, подпишите, пожалуйста, это не политическая партия, это тот законопроект, который улучшает наши с вами жилищные права. То, что, собственно, государство нам обещало. А что грозит вот эта программа по переселению? Чем она грозит москвичам? Грозит это москвичам, во-первых, переселению в Калужскую область. Пока это только добровольная инициатива граждан. Скоро это будет законодательная база. То есть это рассматривается. И люди, кто живет, допустим, в двухкомнатной квартире, дом, если планировали снести, допустим, уже 20 лет, то есть семья уже расплодилась, я так извиняюсь за такие слова. Это нам в департаменте говорят. И вас уже там 20 человек живет. Вот так вы поедете по новому закону, тот, что предлагает департамент жилищной политики, в такую же двухкомнатную квартиру всей своей дружной семьей. Независимо от того, очередники вы или неочередники. То есть вы будете переселены в Калужскую область, в такую же двухкомнатную квартиру. А смысл-то какой? Просто отжать землю в Москве? Тупо отжать землю в Москве, потому что много очень пятиэтажек ближе к центру расположены. И те, кто сейчас живет в пятиэтажках, они, собственно, не очень богатые. Я так понимаю, что власти такие не нужны. С глаз долой, как говорится, и сердце вон. Здесь у нас будут строиться бизнес-центры, еще что-то, еще что-то. То есть рабочая сила, коренные москвичи, Москве не нужны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова